Я приветствую каждого из вас. Слава Богу, что вы утром не остаетесь дома, ибо есть такая возможность смотреть проповеди по интернету, но ничего никогда не заменит живого общения. Никогда ничего не заменит того, когда ты смотришь в глаза другому человеку, когда ты разговариваешь с другим человеком. Когда ты чувствуешь тепло другого человека. И даже когда тебе наступает на больной мозоль, потому что по интернету никто на него наступить не может. Даже когда тебе говорят какие-то слова неправильные, или с тобой не поздоровились, ты вошел в церковь, ожидал, что с тобой поздороваются, но от тебя отвернулись и не поздоровались. Вот по интернету так не будет. И это тоже хорошо. Бог как раз сейчас проверяет твою критическую массу любви. Есть ли она или нет ее вообще. Если она есть, ты спокойно покроешь все то, что сделали плохого в отношении тебя, и будешь отвечать на зло, добро. Да это даже и не зло, это просто невнимательность людей, не более. Поэтому живое общение, есть живое общение. В нем человек человека острит, или человек человека умудряет. Железо острит, а человек человека умудряет. И поэтому Бог создал свою церковь не в онлайн, а в оффлайн. Слава Богу, что мы имеем такую возможность. И знаете, я вам скажу, что такой возможности будет меньше и меньше. И вы увидите скоро это, что запретят собираться, и будут либо ставить преграды для того, чтобы мы собирались. И помните, как вы времена карантина монтасковали? Ну, карантин закончился. Пришли опять времена благодати, и сегодня те, кто тосковал, также тоскуют около телевизора. Продолжают тосковать. Ходите в церковь всегда. Используйте любую возможность. Это не продлится. Да, Сережа, можешь поиграть чуть-чуть, слава Богу. Знаете, на днях в среду, по-моему, да, поправьте меня, вечно ушел наш брат, наш работник, соратник, Давид Сотьев. Четверг, да. И у меня нет никакого огорчения. Потому что я верующий человек, и я знаю, где он сейчас. Я понимаю, что без него нам здесь на земле будет хуже. Однозначно. Особенно его близким, детям. Конечно, это невосполнимая трагедия. Но вот такого отчаяния, сожаления, его нет. И некоторые, они задают вопрос, а почему он не исцелился? А почему вот Дух Святой сейчас не действует? Такие вопросы можно услышать. Но я скажу вам, что он исцелился исцелением вечным. Наша жизнь не заканчивается здесь, на земле. Мы смотреть должны на нее в перспективе вечности. И если что-то у тебя не исцелится на земле, то после смерти все исцелится. Это так и есть. Это не шутка. Мы не смотрим на этот момент. Писание в Евангелии, в послании евреев в 11 главе сказано, что многие не дождались того, что ожидали. Но Писание говорит, вместе с нами они получат. Вместе с нами. Где? В вечности. И здесь иногда на земле бывает, мы не получаем каких-то благ. Не получаем того, что Бог обещал. И нам кажется, все, Бог не исполнил свое обещание. Но это не так, друзья мои. Бог верный Бог. И в тот момент, когда сердце перестало биться у человека, он получил вечное исцеление. Он освободился от этого бренного тела, которое все равно превратится в прах. Как бы вы не держались за эту жизнь, как бы вы не накачивали свое тело разными бадами, как бы вы губы не накачивали, в какую сторону, все равно они сгниют однажды. Как бы не печально это звучало, но это так. А потом суд написано. Но верующий на суд не приходит. Халилюя. Поэтому, друзья мои, во вторник в 13.30 в Мавзолее будет прощание с Давидом. Если есть на сердце, придите, побудьте с братьями, поддержите семью. Если есть на сердце, поддержать финансово, поддержите. Будьте семьей. Настоящей семьей. Аминь. Слава Богу. Давайте воздадим Богу хвалу за все. Спасибо. Знаете, мы... ...жене кнопку. Как только начинаю про нее говорить, раз все отключилось. Такое благо быть в церкви. Вот мы видим, как рождаются дети, смотрим на семью, и кажется, у них недостаточно финансов поднять этих детей. Но они поднимаются, растут, потому что есть семья. Кто-то им приносит одежду, кто-то еще что-то. И знаете, вот так вот совместно мы выращиваем детей, как бы так. Некоторые ограждаются от этой помощи, зря делают. А кто-то принимает эту помощь, и они благословлены. И вот так вот работает семья. И знаете, когда ты находишься в семье, намного проще, намного легче проходить разного рода трудности, которые восстают на нашу жизнь. Если ты действительно в семье, то ты и принимать можешь, и отдавать можешь. Конечно, блажение отдавать, нежели принимать, так сказал Иисус. Но бывает время, когда надо просто принять. Это же гордость наша не дает. Я сам, я ни от кого не буду брать, ну ни в чем не нуждаюсь. Ты просто гордый. Гордый человек, совершающий самоспасение. Это называется самоправедность такая. А есть люди открытые. Я слышал свидетельства множества пасторов, которые говорят. Знаете, люди, которые в церкви обращаются за молитвой об исцелении, уже когда понимают, что нет никакого выхода. И ты их спрашиваешь, а где вы были раньше? Они говорят, сражались сами. Ну а почему тебе вначале не прийти? Почему тебе не попросить братьев и сестер встать за тебя? Есть же начало проблем. А есть уже, когда эти проблемы, они в апогеи вошли, и уже сделать что-то трудно. Я консультирую семьи иногда, людей. Люди приходят уже, когда все, ничего сделать невозможно. И ты их спрашиваешь, послушай, ну ты же не сегодня узнал, что у тебя проблема. Ты же знал об этой проблеме заранее. А потом ты начал входить в эту проблему. Потом ты проходил определенный путь в этой проблеме. Ты где был-то? Потому что вначале проблему намного легче решить, чем потом, когда она уже вошла в свою стадию развития, в конечную стадию развития. Или в самую мощную стадию развития. А гордость человеческая. Я не знаю, я это не проповедь, я не знаю, зачем я это говорю сейчас. Но у меня вот такое, знаете, побуждение сказать кому-то, что люди в гордости своей не обращаются за помощью. Им стыдно. А что стыдного-то? Я в юности своей стыдился к некоторым врачам ходить. Но я понял, что это юность, она проходит. И потом ты понимаешь, что иногда надо за помощью к врачу обратиться, чтобы решить свою проблему. Поэтому, друзья мои, не пренебрегайте помощью семьи. Пользуйтесь ей. Аминь. Я о веселом сейчас говорил, не о грустном. Мы так все загрустили. Слава Богу. Давайте мы сдадим Господу хвалу. Я буду продолжать серию проповедей на тему «Путь от пастуха до царя». И мы находимся в предисловии, вот прямо в самом начале этой замечательнейшей серии проповедей. Я не знаю, может быть, есть здесь люди, кого благословило это слово. Если вы такой человек, слава Богу за вас, если вы смотрите нас, напишите, пожалуйста, в нашем чате о том, что слово благословляет вас. И я вас тоже прошу, ставьте лайки, пишите в YouTube-канале какие-то комментарии. Это продвигает наш контент. И мы таким образом проповедуем Евангелие. И я верю, что Господь будет учить нас чему-то на этом пути, который мы будем проходить от пастуха до царя. И когда я гляжу на Давида, которым сегодня восхищаются многие люди, но они восхищаются поступком, который совершил Давид, тем подвигом, который он совершил, и уже, наверное, тем положением, в которое он вошел. Но мы часто упускаем вот этот путь, который проходит героя. Мы часто его не замечаем. Нам сразу бы туда, к Голиафу. А лучше уже не когда ты стоишь перед Голиафом, и у тебя пять камней и проща, которые не очень эффективное оружие. А когда уже Голиаф лежит, и отрублена голова у него, и у тебя меч в руках. Мы вот туда сразу хотим, знаешь, и уже все тебе аплодируют. А когда ты стоишь перед Голиафом, и пять камушков у тебя, и ты смотришь, а он гораздо сильнее и мощнее тебя. Ну, знаете, как-то не совсем, наверное, так вот смелость тебя прям одолевает в этот момент. Есть какие-то сомнения, а вдруг, когда будешь раскручивать эту прощу, и камень сорвется, или не туда полетит, или не туда попадешь. Ну, и вот эти сомнения не описаны в Давиде, но я убежден, что они были. Он человек. Мы смотрим уже на победы и восхищаемся ими. И порой упускаем вот этот путь, вот эти моменты сражения, формирования своего характера, мы упускаем. И многое упускаем в жизни. И я гляжу вот на путь Давида от пастуха до царя, и хочу открывать какие-то тонкости для вас, какие-то моменты, может быть, которые мы упустили для того, чтобы мы взяли их в свою жизнь и сформировали свой характер, и действительно вошли в царственное священство, и действительно стали царями. Ведь Бог поставил нас царями на этой земле для того, чтобы мы не свою власть насаждали, а власть Отца Небесного, она блага и угодная. И знаете, Его власть, она меняет все в этом мире. Если Бог захочет, все изменится в этом мире. Нам просто надо узнать, что Он хочет. Мы иногда из-за того, что не узнаем, что есть в Божьем сердце, идем поперек Бога. Потому что есть настойчивые наши собственные желания, которые мы хотим продвинуть, воплотить в эту жизнь. И мы не знаем желания Бога на эту ситуацию, на этот момент. И поэтому у нас огорчение. И в первой проповеди мы говорили о том, что не надо печалиться о том, что Бог отверг. Если Бог что-то отверг в вашей жизни, лишь только для того, чтобы дать лучшее. И мы говорили, что Он отверг царя Саула для того, чтобы дать лучшее. Дать Давида. И мы видим, что Бог отвергает Ветхий Завет, который был устроен на соблюдение заповедей. И на страхе о том, что ты не соблюдешь эту заповедь. И потом на жертве, которую ты должен принести за грех. За то, что не соблюдал эти заповеди. И Бог дал нам вместо Ветхого Завета новый завет. Лучший завет. Завет любви и благодати. Где Господь говорит, что никто и ничто вас не может отлучить от моей любви. Где Господь говорит, что ты в Его руке. Где Господь дает благодать исполнять эти заповеди. Заповеди никто никуда не делал, но Бог дает благодать исполнять эти заповеди. И Он сказал, что мы заповедями не спасаемся. Мы сегодня спасаемся Иисусом Христом. Мы спасаемся по благодати. И это хорошая новость для каждого из нас. Аллилуйя! Я бы здесь аплодировал даже. Аминь. А во второй проповеди мы говорили о том, что Бог больше любого опыта. И может быть, у тебя в жизни было когда-то так. Это не обязательно, что и будет так же. Бог творит все новое. Не надо смотреть ни на положительный опыт, ни на негативный опыт. Потому что Бог больше опыта. Иногда и твой положительный опыт. Не всегда. Иногда это хорошо. Я не говорю, что совсем надо опыт убрать из жизни. Но если Божье Слово говорит против твоего опыта или поперек этого опыта, то выбирай Божье Слово, а не свой опыт. Потому что так часто наш опыт нас удерживает от веры. Потому что ты там делал как-то, и у тебя так получалось. А сегодня Бог тебе предлагает новое, большее, лучшее. И ты из-за этого опыта боишься войти в то. Потому что ты же делал, ты же знаешь, ты же получал какой-то результат, и ты основываешься на этом результате. Но Бог больше любого опыта. Не надо смотреть на Бога через призму своего опыта. Надо на опыт смотреть Божьими глазами. Если Бог хочет развить твой опыт, слава Богу, тогда применяй его. Но если Божье Слово говорит против твоего опыта, выбирай Божье Слово. Оно никогда тебя не подведет. Аминь. Слава Господу. И сегодня я поговорю на тему, которая называется «В свое время тебя позовут». «В свое время тебя позовут». Наша серия проповедей берет свое начало в 16 главе, в первой книге царств. И сейчас давайте откроем эту главу и прочитаем с 11 стиха. Первая книга царств, 16 глава, с 11 стиха. «И сказал Самуил Исею, все ли дети здесь?» И отвечал Иесей. «Есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иесею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иесей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятный лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил Роксилием, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму». Напомню вам начало истории. Бог дает первого царя Саула израильскому народу, но потом Бог отвергает этого царя, о чем расстроился пророк Самуил. Он сидел и печалился, потому что он представил этого царя народу. Он его помазал в цари. И потом он видит, что Бог отвергает. Естественно, печаль пришла. Что подумает народ обо мне? Наверное, подумает, что я Бога не слышу. Но это решение Бога было. Но он находился в печали. И Бог пришел к нему и говорит, «Хватит печалиться, встань, возьми Роксилием, пойди и помажь цари того, кого я тебе покажу». И вот он приходит в семью Исея, и Исей проводит перед ним всех своих сыновей. В момент напоминает мне, как Бог однажды проводил перед Адамом всех зверей. И Адам выбирал из них, и никого не выбрал. И здесь тоже Самуил смотрит, и никого не выбирает. В один прекрасный момент он увидел Елеава, который был так же, как и Саул, высок и красив, и в сердце своем подумал, вот, наверное, он, вот, наверное, его Бог изберет. Потому что он основывался на свой прежний опыт. И думал, Бог, наверное, действует по такому же принципу, как и действовал в тот раз. Поэтому мы говорим, что Бог гораздо больше опыта. Но Бог сказал, Саулу, помните, он говорит, «Я не так смотрю на людей, как смотрите вы, люди». Мы часто выбираем людей по их внешним характеристикам. Если мы берем человека, к примеру, в церковь на служение, мы прежде смотрим на его способности. Если мы будем брать человека в группу прославления, то мы будем искать профессионального музыканта. А если мы будем брать на лидерскую позицию, то мы будем искать человека с организаторскими способностями, который может организовать, что-то сделать. Знаете, нас привлекает способность людей быть проворными и профессиональными в своем деле. И часто используют такой подход. Мы упускаем сущность человека. Мы смотрим на внешние проявления, а Господь смотрит на внутренность человека. А ведь в жизни, друзья, бывает так, что хороший человек делает плохие поступки. И наоборот, плохой человек делает хорошие поступки. Я не говорю о поведении, о постоянстве, о принципе в поведении. Я не говорю о характере. Я говорю о случаях, которые происходят в нашей жизни. Кто-то считает себя вообще здесь хорошим человеком? Все. Представляете, у нас плохих нет, поэтому мы о плохих и говорить даже не будем. Аминь. Поэтому, а я хочу к вам обратиться, люд хороший. Вы здесь все хорошие. И я согласен с этим утверждением. Сто процентов вы самые лучшие. Вы самые лучшие церковь. Вы самые лучшие мужья, вы самые лучшие жены, вы самые лучшие дети. И пусть так и будет, и думайте так о себе. Слава Богу за это. Но хотел бы спросить, а вы когда-нибудь в жизни совершали плохие поступки? Нет? Да, совершали. Потому что хороший человек может совершить и плохой поступок. И мы часто имеем неправильное представление о людях, так как мы оцениваем их по внешнему блеску, а не все золото, что блестит. Вы когда-нибудь на дороге останавливались? Нет, конечно, не останавливались, вас никто никогда не разведет. Иногда продают золотые изделия на дороге, когда ты едешь по трассам. И там стоят люди, у которых бензин закончился или машина сломалась. И они говорят, ну у нас нет денег, ну мы вам дадим, вот нам переведите там что-нибудь на ремонт и мы вам дадим вот такое золотое изделие. И оно выглядит как золотое на самом деле. Потому что оно настолько начищено, что оно блестит. Оно даже красивее выглядит, чем золотое. Но оно не золотое, потому что состав у него другой. Внутренность другая. Мы очаровываемся теми, кто может себя красиво подать сегодня. И не обращаем внимания на тех, кто живет скромно, без блеска, но тихо делает свое дело. Друзья мои, правильным манером можно научиться без изменения характера. Просто внешне научиться правильно себя вести, правильно себя подавать. И так как внешнее для нас намного привлекательнее внутреннего и намного проще смотреть на внешнее, то мы часто даже не вникаем в суть вещей. Мы не вникаем в суть человека. Мы просто оцениваем человека по внешнему блеску или отсутствии такового. Однажды я читал такую историю, как группа социологов, они составили портретную характеристику всех двенадцати учеников Иисуса Христа. Они взяли информацию из Библии и составили такой собирательный некий портрет про каждого ученика Иисуса Христа. Они взяли эти портреты и подали в организации серьезные, где требовались, где была вакансия на руководящие должности. И знаете, удивлению их не было предела, потому что большее количество отзывов на работу принять получил Иуда Искариот. Я вам серьезно говорю. Иуда Искариот был принят практически на все должности, потому что люди видели внешний блеск и не вникали во внутренность. Вот так люди оценивают других людей. Они не вникают в их суть, их привлекает блеск. Вот и в семье Исея Давида даже не было среди сыновей, не было среди братьев. Даже отец Давида, после того, как Самуил сказал, что он пришел искать царя, помазать в царе, он даже не позвал его с поля, потому что внутри себя он где-то думал, ну какой из Давидки моего царь? Ну какой вот из этого Давидушки царь? Белокурый, красивые глаза, ну ему только вот на арфе или там на гуслях играть, да девчонок завлекать своими кудрями и красивыми глазами. У него нет никаких абсолютно качеств, которые бы помогли ему стать царем. Ну какой царь? Зачем его даже сюда звать? Вот эти сыновья, так сыновья, вот из них пускай выбирает. А Давид, он не царь. И когда всех сыновей провели, он даже, отец, стал молча, заминка произошла. Самуилу пришлось сказать, а у тебя есть еще кто-нибудь? Потому что он внутри понимает, что, ну не может быть так, что его Бог прислал в эту семью и среди них не нашлось того, кого Господь хочет помазать. Поэтому, ну, скорее бы всего, Бог бы не присылал его, если бы здесь никого не было. Ему даже пришлось задать вопрос, не отец сам сказал, подожди, у меня еще один есть. Отец вообще, вообще никаких перспектив не видел в этом белокуром или там с кудрями мальчики. Пастушок, да пастушок, и все, не более этого. И Самуилу его спрашивает, послушай, а есть кто-то еще? Он говорит, да есть. Давидка. Там среди баранов сидит. Всегда среди баранов. Что-то там делает, не знаем. Вы же его не видели недели две, наверное, где вот там что-то. Может, волки сели. Идите, пригласите. Мы смотрим на людей, на других не так, как Бог. Только Бог может разглядеть в человеке настоящую ценность. Так как только Он знает истинные мотивы наших сердец. Мы путаемся, мы иногда человека, который не очень хороший, которых здесь нет. Мы человека, которых здесь нет, иногда воспринимаем как хорошего. потому что Он может красиво себя подать. И наоборот, хороших людей, которые не заворачивают себя в красивую оболочку, мы иногда отвергаем, не замечаем их. Если бы, друзья мои, люди оценивали героев Библии без учета окончательных знаний о них, не зная, кем они впоследствии стали, мы с вами оцениваем, потому что мы читаем Библию и знаем конечный результат. Мы учитываем, мы так устроены, мы учитываем вот эти оконечные или конечные знания о людях. Но вот если бы мы не знали, а смотрели бы в начале пути, или может быть даже в середине пути, не взирали на кончину, как нас учит Павел, он говорит, взирайте на кончину, потому что только в конце можно понять, какой был человек, потому что он в конце своей жизни такое может вытворить. Мы сегодня о Давиде можем сказать. Замечательный человек был, человек веры, разве нет? И он уже не станет другим. А вот обо мне вы сейчас скажете, я завтра смогу стать другим, я могу рухнуть, упасть, отказаться от веры еще, не дай Боже, конечно, я не думаю, об этом не думайте, не пугайтесь так, все нормально. Но я говорю о том, что каждый человек может в любую минуту измениться, даже не планируя этого. Просто так сложатся обстоятельства. И просто суть, которая внутри, она возьмет верх. И вот если бы мы смотрели на героев Библии без учета о конечных знаниях, у нас бы получилась следующая картина. Ну какой из Авраама отец веры? Он испугался то, что его убьют за его красивую жену и сказал, что она его сестра. Ну практически какая вера, он не поверил в то, что Бог может его защитить или не так? Он отказался, он отрекся от своей жены. Ну какой из Авраама отец веры? ПОДПИСМЕНТИЯ ПОДПИСМЕНТИЯ